Дмитрий Борисов Дмитрий Борисов Дмитрий Борисов и его команде приходится сталкиваться во время создания программы. Вот вы выходите, уже все, забыли, у вас другая жизнь. Либо же вы приходите домой, до сих пор об этом думаете, может быть, советуетесь с семьей. Как вообще у вас есть эта четкая линия? Самые смелые задавали вопросы даже личного характера. Не могло не понравиться и то, что Дмитрий дал развернутые ответы на все, что волновало медиа-лидеров. Особенно подробно он остановился на полезных советах, которые обязательно помогут кому-то из участников мастер-класса в будущем стать профессионалами высокого класса. Я очень хорошо помню себя на вашем месте, когда казалось, что все впереди, и вот только то, что удалось тщательно изучить, понять, прочитать в вашем возрасте, вот оно осталось со мной. То, что Дмитрию Борисову не чуждо простое человеческое отношение ко всему, ребята убедились, когда он попросил отвлечься от темы мастер-класса ради того, чтобы полюбоваться красивым закатом. Этот момент более чем расположил всех к продолжению открытого и искреннего общения. Впечатление очень хорошее, интересный человек, рассказывает интересно. В принципе, видно, что он настоящий телеведущий. Очень интересно послушать было опытного человека, как он отвечает на вопросы. Еще более оживленной была вторая часть встречи со знаменитым ведущим. От участия на медиафоруме важен результат, поэтому все мастер-классы мы стараемся закрепить сразу на практике. Дмитрию Борисову пришлось стать героем ток-шоу «Пусть говорят». Обаятельные и остроумные, смелые и уверенные в себе ведущие отлично справились со своей ролью. А Дмитрию Борисову пришлось немало потрудиться, выполняя совсем непростые задания, направленные на проверку памяти и логики, сообразительности и силы воли, умение петь и танцевать. Ему даже пришлось испечь блины, которые сам же он и оценил. Особенно сложно было вжиться в роль вожатого, но Дмитрий и тут справился на пять с плюсом. Как тут не вспомнить народную пословицу «И жнец, и чтец, и на дуде игрец». Если они что-то очень хотят, то это у них точно получится. Что бы ни говорили взрослые некоторые, что бы ни говорили недруги разные, если мечтать, все точно получится. За время работы форума будет большое количество таких незабываемых встреч. А значит, юные медиа-лидеры все свои теоретические знания закрепят на практике с большими мастерами своего дела, чтобы вернуться в свои творческие объединения с новыми знаниями и опытом, которые им помогут добиться дальнейших успехов. На самом деле мне это очень понравилось, потому что видно то, что он этого не ожидал. Много для него оказалось именно сюрпризом, и это выглядело очень комично. Если хотите преуспеть, наденьте шляпу. Это мы вам докажем и покажем с обаятельной героиней нашего сюжета. Она милая, приятная, всегда с нежной улыбкой на лице и всегда в новом красивом наряде. Ирина Ивановна Гаркуша не похожа на других. Она несет в себе добро, свет, праздник. Она воспринимает мир, как мы, дети, открыто, искренне, со здоровым любопытством. Итак, расскажите, дайте совет юным девушкам, вот как найти себя. Это главный вопрос в жизни каждого человека, потому что найти свое лицо, свой образ, это значит решить очень многие проблемы, чтобы и в обществе тебя и запомнили, и приняли, полюбили. Найти свое лицо, свой образ, вот мне помогла тоже русская литература. Во время работы форума она провела ряд мероприятий, которые несли для медиалидеров не просто полезные сведения. Участвуя в них, ребята пели, исполняли бальные танцы, играли на музыкальных инструментах, изучали разные тематические выставки. Все, что организовала Ирина Ивановна, несло романтику, лирику, красоту. Шляпа помогает мне. На меня обратили внимание редакторы газеты «Первого канала», «Модный приговор», и привели меня в студию. Вячеслав Михайлович Зайцев пытался снять с меня шляпу, но не тут-то было. И, кстати говоря, я в шляпе поехала на игру «Капитал-шоу Поле чудес», и мы вот с сыном выиграли «Форд Фокус». Так что шляпа, все дело в шляпе. Именно она напоминала нам о том, чтобы мы чаще отрывались от своих бесконечных дел, чтобы улыбались солнцу, радовались морю. Вот ваши девушки, ваши съемочные группы уже, в общем-то, где-то на пути к успеху, потому что вы уже, вот я с вами общаюсь, вы уже не просто корреспонденты, вы личность, вы личность и вы прекрасны. Глядя в прошлое, снимите шляпу, глядя в будущее, засучите рукава, гласит восточная пословица. Так живет Ирина Ивановна. Даже Вячеслав Зайцев говорил, что женщина в шляпе – это индивидуальность. Ну, а у меня много шляп, так что думайте сами. Рядом с носительницей моды «Барышень в 19-ментах» изучали разные тематические выставки. Все, что организовала Ирина Ивановна, несло романтику, лирику, красоту. Шляпа помогает мне. На меня обратили внимание редакторы газеты «Первого канала», «Модный приговор», и привели меня в студию. Вячеслав Михайлович Зайцев пытался снять с меня шляпу, но не тут-то было. И, кстати говоря, я в шляпе поехала на игру «Капитал-шоу Поле чудес», и мы с сыном выиграли «Форд Фокус». Так что шляпа, все дело в шляпе. Именно она напоминала нам о том, чтобы мы чаще отрывались от своих бесконечных дел, чтобы улыбались солнцу, радовались морю. Вот ваши девушки, ваши съемочники.